сегодня мы пойдем есть времена моей студенческой юности если сюда добавить водочки это было действительно замечательно с любыми бургерами посмотри как люди готовят ты можешь думать раз так приготовить а ты чё был у меня дома так ковидный картофель эпохи нашей пандемии нет вкуса и нет запах вот я бы хотел выпить за него но выпью за вас дорогие друзья потому что вы смотрите наш прекрасный канал несмотря на то что на нем есть аня мы на канале вкусовщина сегодня мы идем есть сырое и приготовленное мясо а пойдем мы в грузинский бар мега баре есть тартары и лично к тимоти пробовать его бургеры ой я люблю и то и другое можно вы за тартары саней а кто проиграет идет к бургерам давайте давай раз два три отлично в принципе нам тебе повезло ну а тебе принципе нет а вы знали что если тартар пожарить получится бургер вот такие дела внутри снимать оказывается нельзя но заведение пафс на этого мне какой-то макдональдс или бургер кинг но ничего мы взяли все с собой смотрите как нам нежно завернули я видел как тот прекрасный мальчик нам заворачивал все нежно максимально мы пойдем на бульвар и сейчас все это попробуем оценим надеюсь что будет вкусно а может быть и нет а не смотри здесь вообще фестиваль тартаров идет я как раз хотел посмотреть отменю ты у меня всегда все из рук уже вот давай вообще все закажем все тартары какие а мы можем себе позволить мы вообще в грузинском ресторане а поэтому гуляем антон угощает ребят все за счет антона москва такой удобный город ни одной лавки нет в районе китай города поэтому придется сесть на клумбу но с другой стороны кому сейчас легко и давайте посмотрим что я тут набрал я взял фирменный бургер называется холостяк почему наверное потому что тимати снимался в этом позорном шоу скорее всего ой общий кстати чек семьсот восемьдесят семь рублей я не знаю дорого это или дешево но по мне реально капец как дорого уже в макдаке мне кажется это все было бы процентов на 15-20 дешевле фирменный соус на первым нам попадается называется он хрен его знает как короче как мне объяснил вот этот парень который нежно мне все это заворачивала это китчунес на самом деле нифига там фирменного нету вот это выглядит действительно как китчунес ну о нем попозже картошечка само собой но картошечку тоже будем пробовать не сразу кстати а напишите в комментариях вы сначала едите картошку потом бургеры или наоборот вот люди же делятся ровно пополам как говорят хочешь на попробуй конечно это муссу сулугуни на пробуй ой да правда ой такой солененький и немножко копчененький реально муссу сулугуни а кстати очень вкусно с мясом давай попробуем как это будет вместе с мясом я уже сразу что начинаю все тут мешать давай 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 сейчас еще лепешку попросил потому что кажется с хлебом классное сочетание очень вкусно солененький мусс и мясо такое немного пресноватый а еще орешки они неожиданно так хрустят о вот и лепешка к тебе пришла так слушай а сколько стоит я хоть и тебя угощаю но хочу знать тартар из говядины с муссу сулугуни стоит 590 рублей вот я тебе сразу про все скажу тартар из говядины с грузинскими специями и маслом из таркуна тоже стоит 590 короче вся говядина по 590 а лосось 650 вот это мой любимый уже похоже самый дорогой мне кажется я все-таки фанат мяса сулугуни это потрясающе просто да извини это моя любимая фраза а вот кстати а можно я уже да можно можно что можем подвинь поближе смотри желтком вообще на сам где знаешь почему желтком подается на самом деле я желток для того чтобы склеивалась лучше 5 я поставил туда красоту ответкой только касaient как татары который скакали на лошадях по цикла себе клали кусок говядины потом вот они прискакали куда прискакали до стола этих усыга это порезали мелко позалили перестud'е такое степень тракта Ну ты мне про седло, кусок говядины под седлом А именно так и есть Именно оттуда и произошло это название От татарцев Первым мы попробуем Что бы вы думали? Чизбургер Да, не холостяк, он у нас будет на потом На десертик, на самое вкусненькое А вот чизбургер, который завернут В 100-500 бумажек Классический, я считаю, бургер Выглядит бомбически Просто реально Рональд Макдональд Переворачивается во всем, в чем может переворачиваться Ну как так? Что это за хрень? Господи, ну как так можно сделать? Реально, они в каких условиях его делают? А главное, я понял теперь, почему они не дали нам снимать Их вот эту вот open kitchen модную Где вот это все готовят Потому что еще на моменте съемки им было бы, видимо, очень стыдно Я не знаю, вы будете это пробовать? Ну, мне придется Все ради искусства Ну, ну видите, да? Он прям с сочностью не блещет, друзья Но на самом деле Справедливости ради Они, видимо, усвоили главный закон Всего фастфуда Побольше соуса, хрен пойми какого И тогда весь вкус сливается в этот соус И вы не можете сказать, вкусно это или не вкусно Но я точно могу сказать, что это отношение цены-качество Но вообще ни о чем Это должно стоить максимум Ну, я не знаю К 40 рублей Оп Попробуем рыбу Сравним, что вкуснее Рыба или мясо Ты говоришь, что любишь мясо Я тоже фанат мяса, но А ты чувствуешь вот эти вот Взять алыча Нотки алыча Кислинка Я чувствую кислинку Я не знала, что это Это алыча Очень прикольно Очень часто Это зерна граната Вот это традиционное грузинское блюдо А я хочу пожаловаться С гранатами Очень часто А тут к тартару прекрасно подходит А можно я пожалуюсь на Аню Потому что она все время перебивает меня Жуй вообще Ты когда говоришь, ты жуй В смысле, наоборот Ты жуешь и не говори Мне вообще уже в комментариях написали Мужчин не перебивать Я могу просто вот сидеться и жевать только всю программу Но я тем не менее хочу пожаловаться Что очень часто тартара из лосося Получается пресным Таким практически безвкусным Но здесь эта кислинка, этот гранат Он просто какой-то совершенно идеальный А какой красивый Это не гранат, это алыча Ну и я сказала и кислинка, и гранат Антон, ты слушай меня Кислинка это кисло, а гранат это фрукт Никогда меня никто не слушает Чтобы немножко сбить вкус этого прекрасного в кавычках чизбургера От Black Star Которое ощущение, что лично Тимоти любил Как и его хиты Я попробовал сейчас мега бомбически, как они считают Коктейль Арбуз Огурец Ну тут все это есть На Редбуле Вы представляете? Ну потому что Видимо они считают, что после их бургеров Можно только это пить Ну честно Во времена моей студенческой юности Если сюда добавить водочки Это было бы действительно замечательно С любыми бургерами Смотри, у нас на столе появилось хачапури Абачар хачапури лодочкой Дорогие друзья, посмотрите У нас появилось винор Кацетели с икерами Хачапури из тонкого теста лодочкой А еще нам принесли последний тартар из сета тартаров Это мусс из сулугуни Вот этот сыр, забыл, как называется Который с тархоном и арбуз На дуге А вообще мне казалось, что это десерт Да Это потрясающая закуска, на самом деле к вину Боже мой, это так вкусно А это тоже в пределах 500 рублей В общем, это, я считаю, для таких порций Вообще недорого Мусс из сулугуни со сладким арбузом Это какое-то космическое сочетание Это очень вкусно Антон, а можно я себе это? На самом деле, ты знаешь, ты говоришь Поэтому я хочу поесть Ладно У меня есть идея, на что тебя переключить Давай схватим роллы Роллы, с чем роллы? Не знаю пока Ну, выглядит как будто бы с овощами и сыром Отлично, давай Макрин, соус Ты мне только на колене соус снимать, дни, пожалуйста 520 рублей, я облежу потом с твоих колен этот соус Ой, не знаю, я против Это Это очень вкусно Это соус похож на шациви А это Это сыр же, да? Это сулугуни А в нем свежие овощи, грузинские свежие овощи А я попробую теперь соусом Любой грузинский ресторан, грузинский бар Вот невозможен без большого количества еды Потому что иначе ты пришел не в грузинский ресторан Не в грузинский бар Ты пришел гонить домой, у него печный есть нечего Ань, ну то нормально Ты посмотри, как люди готовят Ты можешь дома хоть раз так приготовить, а? А ты что, был у меня дома? А ты что, звала? А теперь мы нарушим все каноны И картошечку попробуем по середине между двумя бургерами А не как вот те две половинки населения мира, о которых я вам говорил Блин, ни одной урны Собянин, куда ты смотришь? Картошечка Попробуем ее просто так, без соуса Она вообще безвкусная Если бы она не выглядела как картошка, я бы не понял, что это Блин, но похоже на картошку, объективно Так, теперь соус фирменный Китчунес Китчунес от Тимати и Блэк Стара Между прочим, даю ему бесплатную рекламу Жду оловерды Ну реально, вот я не специально, это все невозможно Они вообще знают, что такое вкусно, невкусно Дорого, дешево Ребята, я понял, что с этой картошкой, что с ней не так Это ковидный картофель, эпохи нашей пандемии Нет вкуса и нет запах Ань, давай выпьем, что ли, и шашлычку У меня же глаза уже разбегаются Выпьем или по шашлычку, ну давай Давай все сделаем одновременно И пьем, и шашлычок едем Я так не умею Дорогие друзья, приезжайте в Грузию Антон вас угощает А если нет возможности поехать в Грузию, приходите в мегабар Здесь вас ждут только друзья Кстати, мегабар А что такое мегабар Кстати, вот я хотела сказать, конечно Ты меня тут напоил, накормил, что я вообще забыла обо всем Что такое мегабар Это друг по-грузински Вот так вот И мы с тобой Все, я уже выпила глоточку глина Мы с тобой друг другу Нет, мегабар Друзья, мы приступаем к хиту этого сезона Хотел сказать, нет, просто этого выпуска Это фирменный бургер «Холостяк» Вы видите там мясо? Оно там есть Его фирменность заключается в том, что снизу черная булочка А сверху белая Креатив на грани фантастики Давайте его раскроем Плавленый сырочек Прям как дружба, наверное, не знаю, что они тут расплющили Салатик, свеженький, помидорку, если вы видите, да Ну и соус, естественно, ну не фирменный, конечно Смотрите, тут не фирменный, судя по цвету Не похож на кичунес Ну, в общем, бургер и бургер Но визуально посмотрите Визуально, как Аня бы сказала, это нихрена не инстаграмно Вообще Это прям сразу первая оценка, кстати, всему этому набору Пробуем Ну а ешь уже, слушай, невозможно с тобой Перестань так макать вообще А что такого? Макнуло, как макнуло? Ой, Антон, тебя ножом, что ли, научили пользоваться? Господи, вот ходи потом с этим псевдоинтеллигентом без бабочки На самом деле я шашлык всегда ем руками и вам советую Потому что руки для чего человеку, знаете? Очень интересно, расскажи, пожалуйста Здесь шашлык, это первое Есть качапури, это второе И, конечно, руками с шашлыком обнимать тебя Нет, конечно, нет Что я могу сказать о вкусовых качествах этого С позволения сказать Black Star бургера «Холостяк» Ребята, эта котлета, она не имеет вкуса так же, как и картошка Я, кстати, точно не болею ковидом Абсолютно точно То есть запахи Я чувствую запахи, но не чувствую вкусы Какие-то полумеры В общем, честно, зачем вот эти понты с разными булочками Когда они абсолютно одинакового вкуса, непонятно Зачем сюда пихать типа котлету говяжью Которая не похожа на говядину, тоже непонятно Ну, салат вопросов не вызывает Салат действительно прекрасный Но смотрите, плюс я ем еще вот руками, да Мне перчаток даже не положили в пакет Хотя я брал все на вынос Ну, видимо, они просекли, что я не буду их хвалить И плюс он стоит 385 рублей Еще раз, 385 рублей вот за эту шляпу Вот это вот, 385 рублей Вот с этим сырком дружба Вот вы бы заплатили за такое? Я не понимаю, почему люди туда ходят И почему они готовы отдавать такие деньги Когда это вот настолько невкусно Хотя мы, конечно, не забываем, что это все, конечно же, вкусовщина Кошелочку красненького хочешь? Да, конечно хочу Вообще, я-то заказывала тут вот к своим десертам и хачапури белое Это не десерты, это закуски Ань, ты если напилась, веди себя прилично Для меня это все как десертики Давай попробуем, смотри что Что, я тебя опять перебил? Нет, ну говори, говори, Антон Меня никто и сами слышит А я хотел, знаете ли, за что выпить? Ну, конечно, за меня, может быть Вот я бы хотел выпить за Аню Но выпью за вас, дорогие друзья За то, что вы смотрите наш прекрасный канал Несмотря на то, что на нем есть Аня Спасибо Придется, видимо, еще раз запить этим коктейлем на основе Red Bull Кстати, коктейль реально побеждает весь этот сет наш Потому что его вкус чувствуется Но это не благодаря Blackstar и его бургерам А благодаря Red Bull, кстати Вот, вот у кого надо учиться И знаете, что я еще заметил? Смотрите, видите, вот я еле взял Вот чуть-чуть, вот еле-еле Крышка отлетает То есть, если бы я об этом не узнал случайно Вот тут вот, в статичном положении Я бы по дороге, чуть нажав Вот так вот, оп И она отлетает Нормально? Я не понимаю Бургеры за 385 рублей продаете? Вы что, не можете стаканы из жесткого пластика купить? Ну, вообще непонятно Смотри Какая прелесть А, ты видишь, какое тонкое тесто? Ты видишь? Да, кстати, это очень странно Вот я знаю, что пицца бывает на тонком, на толстом тесте А оказывается, еще... Ты знаешь, вот это готовят сначала Потом вот это вот берут Ложкой вычищают тесто Спаси, что не руками Ты бы руками это сделал, да? Аня, для тебя я готов был это сделать Даже ботинком Ты меня просто сегодня харасишь, как можешь Я даже слов не знаю Слушай, ты иностранные слова И слава богу Ты знаешь, что такое слово И слава богу, что не знаешь А можно уже, да, все вот так вот Вот так и делается всегда Ну, просто мне казалось, что ты пытался у меня тоже эту славу отнять Пробуй вообще на самом деле Смотри, это очень удобно Просто, если бы оно было мягкое, оно бы все впитывало Из-за того, что оно тонкое и хрустящее Вон, Антон уже пользуется моим лайфхаком Его можно как ложкой вот так вот зачерпываешь Очень вкусно Тут, в общем, сочетание нескольких сыров Которые дают удивительную текстурность Не очень соленую, знаете, обычно пробуешь А там соль сплошная Нифига Смешали сулугуни с чем-то еще и чем-то еще То есть, как минимум, три вида сыра я чувствую Сходно, что с чем-то еще Это ключевой ингредиент Я, к сожалению, не знаю по-грузински этих слов Вот, мегабарис, спасибо, Аня, я узнал Мегабреби, это множественное число Ха, не успел, да? Ну и давайте оценим Хотел сказать это место, но в этом месте снимать нельзя Оно же у нас максимально элитное Поэтому мы оценим вот эту прекрасную клумбу Клумбы замечательные, цветы, все хорошо Лето в Москве не кончается Но если без шуток Конечно же, по пятибалльной системе Бургеры заслуживают Ну если не единицу, то двоечку Просто люди старались, их делали Продукты в них действительно были Но по вкусовым количествам Ну два из пяти это максимум Ну два с плюсом Вот в идеале просто вот натягиваю за уши эти оценки Это отдельно заслуживает троечку Ну а если бы с водочкой было бы четыре Как мы все помним И в общем, вот это конце Black Star бургера Я так и не понял Видимо, конечно, я не такой модный Видимо, чего-то я в этой жизни не понимаю Но почему это столько стоит И почему это настолько не соответствует Каким-то вкусовым ощущениям Которым все по идее уже привыкли Мне непонятно Отдельно про нажористость Набить вот этим свой желудок Вот этим вот Конечно, можно Ну потому что здесь есть чем набивать Если вы взяли один бургер даже с картошечкой Вам вполне себе этого хватит Но все-таки мы же Ну, любим не пожрать, а вкусно поесть Не правда ли? Пришло время оценить это прекрасное заведение Ну расскажи мне Ну ты у нас отвечаешь за инстаграм Ты же у нас связала А я хочу сломать вообще всю нашу программу И рассказать про нажористость Ха? А за инстаграм будешь ты сегодня отдуваться Отлично, договорились Ну по поводу нажористости Мне кажется, тут вообще никаких сомнений быть не может Но вы посмотрите Грузинский стол Это настоящая грузинская застолья И он у нас Как и должно быть в Грузии Он ломится от еды И здесь, мне кажется, вообще никаких сомнений Никаких вопросов Это мега нажористо Возможно, одна из самых нажористых наших программ По крайней мере для меня Потому что у меня было вкусно абсолютно все А бывало по-разному Ну, что там про инстаграмность? Слушайте, у меня есть инстаграм Но я его плохо веду Но я бы с удовольствием Реклама Это правда Тартары бесподобные Конечно, вот этот вот Качапури по-аджарски На тонком тесте Он выглядел шикарно Еще, конечно же Нельзя не сказать За шашлыки, как говорят у нас в Одессе Вот шашлыки Они на самом деле очень вкусные Но выглядят они как обычные шашлыки Но они, судя по маринаду Он какой-то был удивительный Потому что они остались такими сочными Вкусными И, конечно, настоящие грузинские соусы Вот и вот социбели это все Никакой кетчуп Вот это вот Не надо это слово забыть Антон, а хочешь я тебе фотки пришлю? Я, кстати, все сфоткал Можешь свой великий инстаграм выложить Ну, может быть Ну и гостеприимность Гостеприимство Слушайте, это, конечно Ну, это Грузия Это Грузия Это Грузия И вот я у меня даже тост созрел, да, знаешь? Антон, да тебе лишь бы выпить Зачем тебе тост? Давай просто чокнемся И я сделаю вид, что я согласна с твоим тостом Ты вообще пей давай, да? Женщина, не перебивай Мы в прекрасном месте Мегабаре, да? Это друг, значит Я к вам обращаюсь Как в Мегабребе Как в Мегабребе, друзья Любите друг друга Ставьте лайки Пишите комментарии Жмите колокольчик И подписывайтесь на канал Вкусовщина, конечно же И на инстаграм Антона Он так невзначай вернул про свой инстаграм Да, да Мы любим вас, да? Да Да Мы вас любим А тебя не очень Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому